Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире разговор с депутатом. Еженедельная передача, в которой мы подводим итоги года депутатской работы. Сегодня у нас в студии депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Гаджимурат Гаджимуратов. Добрый вечер, Гаджимурат Магомедович. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, жители нашего округа! Я сегодня не только ведущая, я еще и ваш избиратель, жительница округа, в котором вы работаете. Поэтому мне особо приятно сегодня вместе с вами подвести итоги и узнать о том, чего я, возможно, еще не знаю. Хотя, в общем-то, на моих глазах год этот прошел, и я много чего видела. Территория Расторгуева большая. И вот хотелось бы узнать, границы этой территории, где заканчиваются, где начинаются. Ведь я знаю, что даже на нашем Петровском проезде некоторые дома уже не относятся к вашей территории. Да, территория, конечно, у нас большие размеры занимает, сравнительно с другими территориальными округами, которые у нас участвовали в выборах. Она несоизмеримо большая, но связана с большим частным сектором. Это связано с большим частным сектором. Там также есть и многоквартирные дома. Их тоже у нас и на Булатниковской улице, на Петровском проезде самый большой контингент проживания многочисленных многоквартирных домов. На Ольгинской улице, и небольшие дома есть у нас на Вокзальной улице, есть на Спасской. Когда вы были еще год назад кандидатом, успели все обойти, со всеми познакомиться? И получить наказы? Да, да. Я серьезно отнесся к предвыборной агитации, к своей. Это был у меня второй опыт. И первый опыт я проиграл. Неудачным было участие в предвыборной программе. Второй раз я сделал анализы и более плотно занялся работой. И познакомился, ходил буквально по каждую квартиру, к каждому жителю. И постарался донести, узнать, услышать, что хотят, какие проблемы, какие насущные проблемы у жителей, дальние, ближние перспективы, срочные, что-то срочное, какая проблема есть, которую надо решать. То есть можно сказать, что контакт был уже налажен тогда? Да. Ну, я не поленился. Я везде участвовал, организовал собрания, по квартирам ходил. Как бы знаком практически с каждым лично. А вот за этот год, что было исполнено из тех наказов, которые отдавались депутатами, вернее, жителями накануне? И что было наиболее значимым, на Ваш взгляд? Ну, вот на сегодняшний день у нас много было проведено работы. По некоторой работе еще рано говорить о результатах, Татьяна. Ну, а вот по основным из результатов, это вот я бы хотел отметить, это комплексное благоустройство, которое было проведено на Петровском проезде, 24-26 дом. Там такой был отшиб города. Были площадки какие-то савдеповские еще с тех времен. И удалось вот как бы затащить и туда благоустройство. И современные площадки, конечно, надо за всем этим ухаживать. Люди не привыкли к такой роскоши. Пытаются все, наши дети пытаются все это испытать, проверить на прочность. Ну, поддержим. Это все стоит на обслуживании службы Дорсервиса. Возникают какие-то вопросы. У нас есть чат с жителями, контакт у нас плотный. Какое-то замечание люди пишут. Также у нас в этом чате и работники Дорсервиса. И в течение одного дня реагируем, меняем, ремонтируем. Появилось много достаточно парковочных мест. Но больше, чем было, по крайней мере. Я вижу, там брали какие-то старые гаражи. Это я говорю сейчас про Петровский проезд. Что еще там появилось у нас? Да, с гаражами, конечно, была такая нелегкая, непростая работа. Так на словах. Но люди тяжело расстаются. Все, конечно, понимаем, что это незаконно, без документов и так далее. Но все-таки встречались и с отделом благоустройства, и с людьми встречались. И ни один раз встречались, первый раз не получалось. Убеждали людей, что будет лучше, что будет красиво, это будет для всех. Еще хотел бы сказать, я пропустил Петровский проезд. Я бы еще отметил и вокзальную улицу. Там дом 48. Это в конце вокзальной улицы, многоквартирный дом. Я сам родился, вырос на вокзальной улице, в 55-м доме. А здесь по соседству. С тех пор, как была предвыборная программа, я зашел, у меня такое ощущение было, что ничего не изменилось с тех пор. Такие же ужасные руины, ужасная площадка, придомовая территория, одно название, кругом заросли, джунгли. Сейчас как это выглядит? Сейчас это современная территория, там современные площадки, там парковки для людей, там беседка для тех, кто проживает в этом доме и могут выйти, посидеть, пообщаться, там что-то приготовить, шашлыки пожарить. Дымовая территория большая, зелень сажают люди. Теперь нужно там развивать какую-то такую, не знаю, традицию. Территория огорожена, там мусорный контейнер свой аккуратно оформленный, площадка сделана под крупногабаритные контейнеры для крупногабаритного мусора. Так, еще что было интересно. Я просто вижу, у меня написано это все, поэтому мне хочется, чтобы вы рассказали про пешеходную дорожку, например, на Спаск. Вроде деревня Спаская, да, вообще другой конец. Деревня Спаская тоже люди участвовали в выборах, голосовали. Кто-то за меня голосовал, кто-то против. Но неважно, как бы я стал депутатом, теперь они все мои избиратели. Я для них, я не делаю разницы. То есть я сейчас иду, и все, что можно делать, стараюсь все сделать. Связана помощь моя, связана не столько, что я не волшебник, конечно, из кармана ничего не вытащу, палочкой не махну, ничего не появится. Но, по крайней мере, мы можем прийти с активными жителями. А в деревне Спаска очень активный житель, Алла Константиновна, привет я хочу передать, если она меня видит. Мы с ней буквально и приходили, и отбивали, и отстаивали интересы этой территории. Она очень любит территорию, ее очень уважает пользоваться большим авторитетом. Мы с ней приходили и решали вопрос. И очень много в этом решении вопросов нам помогла Татьяна Ивановна Полякова. Я тоже хотел бы ее отметить, ее работу. У нее очень большой опыт, очень большой потенциал. Она работала, проработала очень много времени в ЖКХ. И у нее есть и контакты, есть и понимание. Она знает, как, что надо делать. И мне подсказывает, и мы совместно с ней вместе идем. Это очень важно, когда есть люди, с которыми можно работать вместе. Такие добровольные помощники. И поделение с Паской тоже сделано. И встречаемся с людьми, организуем собрание. Я всегда открыт для людей. У меня есть, конечно же, и при часы приема. Но зачастую прием у меня на территории происходит. Также в группе люди написали проблему. Приезжаем туда. Я приезжаю, если у меня не получается. И уже собрание маленькое. Мы берем и Татьяну Ивановну, и работников Дорсервиса. Это связано с управляющей компанией. Значит, туда приглашаем и директора, и инженера, либо техника. И решаем опрос. Обращаем на это внимание, и требуем, и доводим до финала. Пока мы не увидим, что что-то решено. Это был период отопления. Подключали очень много вопросов у жителей. Не грели в одном доме, батарея грели в другом, не грели. В одном доме проливается канализация. Оперативно приходили. Там поменялась у нас управляющая компания. Не управляющая компания, а организация, которая обслуживает. Тоже наладили, общаемся. Он в нашем чате. И техник в этом чате. Спасибо. Благодаря от жителей за то, что взялись за решение проблемы с монастырским прудом. Это буквально позвонили перед эфиром. И я напоминаю нашим телезрителям, что каждый может позвонить на наш эфир, задать вопросы Гаджимурату Магомедовичу, задать свой вопрос относительно территории, на которой он работает. Вот монастырский пруд. Действительно, проблема там существует. И сейчас на какой стадии? Вообще, я знаю, что вы несколько раз выезжали на эту территорию, проводили собрание. О чем речь? Объясните нам немножечко. Монастырский пруд – это приток, это часть реки Расторгуевка. Расторгуевка – это водная артерия, которая связывает Расторгуевскую часть нашего города с бицей. Бицей впадает в пахру. Пахра является частью образования Московского водного бассейна. Поэтому монастырский пруд является водообразующим звеном, водоем. Он исторически сложился и организовался еще до организации монастыря Екатерининского. Старший монастырь. Старший монастырь, несомненно. Он в летописиах везде озвучивается. И по идее монастырь не просто так организовался. В первую очередь, возле воды. Если есть вода, она откуда? Она же не просто лужа. А что там случилось? Там целая история с этим. Ну, вы вкратце, буквально. Вкратце, что хотелось бы сказать, что оказалось, что там какая-то схема мошенническая. Я считаю, что это опять-таки на совесть правоохранительных органов. А что нам удалось с местными жителями, это боль Расторгуева. Потому что там и монастырский пруд оказался поставлен на кадастровый учет вопреки водного кодекса. И приток водообразующий Расторгуев, который вытекает из пруда, тоже оказался откадастрирован, разделен на участки. И началась засыпка этого притока. Туда завозили грунт в огромных количествах. И мы с жителями встречались. И там были ситуации. И перекрывали, и скандалили, и составляли обращения. И в прокуратуру обращались жители. И я также принимал участие. Мы привлекали к решению этого вопроса и депутата Госдумы Фитисова. И Слава Александровича привлекали. Он тоже внес лепту свою. И жители встречались с ним. В администрацию президента России, в прокуратуру. Куда только можно было обратиться, мы обратились. Старались, чтобы и телевидение у нас было. Снимало сюжет. Сюжет не раз и в Виновской телевидении, я помню, тоже приезжал. Но на сегодняшний день остановлена засыпка. Но надо доводить до логического конца. Там необходимо, чтобы реку Ростаргуевку, включая пруд и остальные водоемы. Там у нас идет и Крайчатник, и Школьник. И все притоки реки Ростаргуевка. Они должны, конечно, стоять в реестр водных ресурсов. Тогда это будет защита. Тогда это будет перспектива сохранения этого пруда. То есть работа сейчас не остановлена? Не остановлена. Работа не остановлена. Это боль. Ее надо давать до конца. Если получится у меня это дело довести до логического конца, на мою деятельность депутатскую, я буду считать, моя совесть будет чистая. Я буду считать, что я все, что мог, сделал. Незаконное строительство. Следующая тема, которую я хотела бы перейти. Было выявлено несколько незаконно построенных объектов. Булатниковская, 2Ю, на пересечении Черняховского и Петровского проезда. Калиновский проезд. Какова судьба этих строений? Вы знаете, как грибы вырастают. Незаконные строения. Не так, конечно, как хотелось бы жителям, как мне хотелось бы. Как и работники администрации тоже. Быстро все это прийти, закрыть и поломать не получится. Если идти это законным путем, то нужно соблюдать определенные процедуры. Вы сказали про Булатниковскую улицу, дом 2Ю. Организовали сейчас документы собраны. Проведена определенная работа, подана в суд. Администрация подала в суд о незаконном строительстве, о сносе этого здания. На Калиновском уже, по-моему, снесли, да? Да. А вот Черняховского с Петровским. Пересечение Черняховского и Петровского. Там тоже идет ситуация. Там плачевные на территории частного строения возвели... Ну, явно не жилой дом. Явно не жилой дом. Но убеждает, владелец пытается там убедить, что это для проживания семьи. Хотя мы все видим, понимаем, что таким же образом там пятерочка выросла на Петровском проезде. И сейчас здесь такой пытается нам, наверное, перекрестки вляпать еще одно незаконное строительство. Но пока оно вроде приостановлено. Остановлено, идет суд, и признано. Есть признаки... Но это надо делать по процедуре. Это определенные действия. Нельзя вот так прийти, подогнать бульдозера сломать. Хотя вот есть и положительные результаты. На Калиновском проезде был у нас сюжет, когда незаконно построенное здание снесли, у активных жителей долго. Это не так быстро. А потом вот эти здания, они же еще и внешний вид портят города. Вот сколько это здание на Калиновском проезде стояло? Много лет. И что там? Там криминал даже, по-моему. Там и криминал, там и человек погибший оказался. И бомжевали люди там. И какая-то отрицательная энергия. Порядок на территории. Я вот помню прекрасно в начале лета субботники, которые проводили вы и жители. Было, конечно, жителей не так много, как бы хотелось. Но все-таки территорию начали приводить в порядок. И это стало даже заметным. Вот мне бы хотелось, чтобы мы посмотрели сюжет, который мы снимали в начале лета. А потом мы продолжим эту тему. Территорию за домами номер 14 и 16 на Петровском проезде в порядок не приводили около 15 лет. Об этом свидетельствуют старожилы. Заросли в полисадниках стали плотной завесой для солнечного света. В результате сырость и грибок на фасадах и в квартирах. Это были дебри. Это даже не дебри, а джунгли за 16 домом. На первых и вторых этажах было очень темно. К сожалению, свет у нас загорел круглыми сутками. Организовать здесь масштабный субботник – идея депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Гаджимурата Гаджимуратова. Заручившись поддержкой сотрудников Дорсервиса и управляющей компании, вместе с местными жителями он вышел на уборку. Убрали сухостойные растения, произвели опиловку. В планах продолжить благоустройство. Хотелось бы дальше, чтобы все-таки идти со временем. У нас и благоустройство продвигается. Пойдет какой-то сделать проект совместно с жителями. Узнать, что хотят. Какую-то сделать рекреационную зону, дорожки, чтобы могли люди и гулять, и заниматься спортом, пробежками, велосипедами кататься. А за домом номер 14 по Петровскому проезду, помимо уборки, рабочие подготовили территорию вдоль тротуара для дальнейшей установки столбов освещения. В ходе предвыборной программы люди просили, это затемненно очень получился. Со временем участок люди с автобусной остановки идут и к 14, и к 16, и к 20, и к 18 домам. Идут большая протяженность дороги неосвещенная. Мы хотели сделать нормальное освещение, как и обещали. Теперь старшие по домам собирают пожелания соседей, какие новые зеленые насаждения они хотели бы видеть вокруг своих домов, чтобы отправить заявку в отдел озеленения администрации Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Татьяна Брылова, Ольга Садовская. Видно.ТВ Ведена после того, как вырубили эти кустарники? Первый этап мы совместно с активными жителями службы ДОР-сервиса Хотелось бы в очередной раз поблагодарить ребят. Надежда, конечно, основная помощь была от ДОР-сервиса и управляющей компании. Значит, провели субботник, вот вы видели в ролике, там видно было, убрали. Фонари у нас появились. Да, провели освещение. Сейчас там современное светодиодное освещение, дорожка асфальтированная. Уже не так страшно ходить между двумя домами. Потому что это артерия, в основном через эту дорожку люди к магазину ходят, и работа возвращается со школы. Но еще не все сделано, еще что-то вы хотели бы. Да, у нас следующий этап, там немножко ситуация, дом построен в таком месте, где постоянно скапливается вода, и плюс после благоустройства провели асфальтирование, и у нас идет сток, стекается, вода стекается к дому, к 16-му. Вот, кстати, вопрос задал Константин Викторович, житель, наверное, 16-го дома, я точно не знаю, решается ли вопрос с канализацией в 16-м доме по Петровскому проезду. Скорее всего, это имеет в виду ливневую канализацию. Там вот, в течение обстоятельств сложившихся, идет вся вода с округи, стекается к этому дому. Он как бы стоит преградой для этой воды, которая потом должна утечь туда, в сторону монастырского пруда. И, конечно же, она, в связи с тем, что там не предусмотрено, куда этой воде деться, она просачивается в подвал. Значит, мы столкнулись вот с этим вопросом, и жители этот вопрос очень волнуют. Мы совместно там вот с Ольгой Хомяковой, старшей по дому, и туда приглашали и руководство дорсервиса, то есть проводится работа, но это надо сделать в первую очередь, потому что вода, она создает, конечно, безопасность там под вопросом из-за этого. И само условие проживания, когда в подвале сыр, это и мухи, и клопы, и что угодно. Но вот, как бы вопрос-то еще не решен. Не решен вопрос. Мы пытались сделать малой кровью, все это действительно с деньгами. Малой кровью пытались, дорсверис нам прокопал траншию, она не спасла. Теперь нам надо проводить траншею, прокапывать в сторону от дома. И приходили, как бы готовы, и дорсверис готов, и мы встречались, но столкнулись с другой проблемой. Там находятся незаконные огороды, люди, которые там проживают в этих, в основном в первых трех подъездах. Они работают, посчитали, что это и территория. То есть пусть вода течет в подвал, им важнее огороды? Ну, к сожалению. Вот нужно как-то, наверное, их убедить. Мы пытаемся убеждать. И приходили, сами собрание организовывали, и брал участкового по каждому в квартиру, приходили, разговаривали, пытались понять. Но люди не понимают, к сожалению. Не понимают. Все равно, рано или поздно, не с первой попытки, а с второй, с третьей, с десятой, все равно мы это сделаем. Все равно мы воду от дома отведем, и условия будут нормальные. Следующим этапом будет уже благоустройство, дорожки и дальнейшее развитие. Территория-то хорошая, у нас везде по округу проводится благоустройство, создаются условия для жителей. И жителей Петровского тоже не исключение. И там проведем, организуем. Потом, я думаю, что люди уже будут благодарны. Осталось всего 10 минут, а есть еще очень важная тема, которую мы не можем не затронуть. Это Расторгуевский парк. Я знаю, что последние два месяца обсуждались бурно и вообще концепция развития и вообще всех парков. Но нас волнует больше всего Расторгуевский, потому что это наша территория. И я знаю, что вокруг этого парка наибольшие разговоры. А вот нам прислал вопрос житель, как он пишет, коренной житель Расторгуева Олег. Какова судьба парка? Официальная информация одна, на собрании другая, в роликах, которые выкладываются в соцсети. Третья, кому верить? Будет ли парк? Спрашивает Олег. Ну, вообще, этот вопрос у нас не последние два месяца, Татьяна. Этот вопрос у нас год всплыл по парку. История у нас идет от парка, история с развитием, с благоустройством парка. Она у нас досталась из истории предыдущей администрации, работник предыдущей администрации, не будем фамилии называть, он, значит, для развития, для благоустройства парка были выделены определенные усилия применены. И выделены деньги, добытые, можно таким словом, простым в простонародье, из бюджета Московской области. Потому что бюджет района не потянет, это будет большая нагрузка. И привлечены средства областного бюджета. И для благоустройства парка, для организации аттракционов определенных, создания определенных условий, которые бы привлекли бы разные слои населения в парк. Для того, чтобы это было интересно, все-таки надо развиваться. Ну да, предлагали троллейб, пандапарк, какие-то такие новинки. Вообще, честно говоря, у нас обсуждение было еще и с весны. С весны мы собирали пожелания жителей. У нас в Расторгуево действует чат жителей, в который входят и представители территориального отдела, и администрации есть, и заместители, и депутаты, и управляющие компании, и дворосервис, и много активных жителей. Мы обсуждали с жителями, там порядка 120 лет. Пришли к консенсусу, к какому-то общему мнению? Чего только там нет, каких только нет пожеланий. От белочек и елочек, заканчивая баней организации, для того, чтобы потом в пруд выбегать купаться. Фантазий много, желаний много, и у каждого человека свои видения. Есть же сторонники того, чтобы этот парк был современный, есть сторонники того, чтобы этот парк был природный. Но если привлечены средства областные, они привлечены не просто так, лишь бы вот вам деньги, и вы делаете, что вам вашей душеньке угодно. Нет, определенные этапы и виды развития парка под определенные аттракционы, под определенные организации определенных действий для разных возрастов. Там и троллей, и скейт-площадка, и входная группа, и организация, там устройство для зарядки телефонов, замена освещения, лавочки, скамейки, ну все, что присуще для парка. Обсуждалось у нас в группе, и эта проблема, потому что у нас там были вопросы обсуждения и по досуговому центру на территории Расторгуйского парка. Была у нас встреча, мы даже на встречались, приглашали на эту встречу, у нас и заместитель главы администрации был Квасникова Татьяна Юрьевна, и начальник территориального отдела, я был, жители активные, мы об этой встрече писали. Я знаю, что собираются еще фокус-группы, на них что будет обсуждено? В субботу я знаю, что будет у вас фокус-группы. Татьяна, помимо той встречи, которая осенью прошла, первая встреча в шатре, мы проходили под Монокомосом, у нас еще было собрание с жителями на территории парка, у нас было собрание на территории центрального парка, именно по нашему просторговскому парку. Значит, этот вопрос на контроле у главы, этот вопрос на контроле у заместителя министра благоустройства Московской области, организован для решения этих проблем организована фокус-группы. Значит, у нас буквально в эту субботу по всем паркам фокус-группа – это такая площадка, на которой могут обсуждать жители, сторонники одних интересов, других, третьих видений развития парка. Вот собираются люди, встречаются и пытаются прийти к какому-то определенному консенсу. У нас по расторговскому парку, это зоны три группы, в эту субботу будет встреча в шестой школе в расторговской части города, жителям, чтобы им удобно прийти. Я так понимаю, что в фокус-группы туда зарегистрировались люди и таким образом попали, чтобы обсудить и решить, каким будет этот парк. Я очень жалею, но у нас очень мало времени осталось, всего одна минута. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы нам сказали, будет у нас обновленный парк или нет? И когда это будет? Вы сказали по поводу роликов, там были также ролики и такого негативного характера. Там совхозное, по-моему, телевидение проводило сюжеты. Не хотелось бы, конечно, опускаться до низкого уровня от полоскания администрации, директора парка и его действий каких-то, которые им не нравятся. О том, что его надо убрать, еще что-то. Я считаю, что директор парка, он открыт, он при любом вопросе встречается, можно с ним встретиться, пообщаться. Я был свидетелем того, что он также встречается в парке, у себя в центральном парке, приезжает на место, обсуждает, он открыт для общения. Паша Цуканов, наш Виновский, он за парки переживал, страдал. Я знаю, что он, Катя Нарцисс, им удалось отстоять Тимоховский парк. Теперь мы видим, что это территория, которая обслуживается нашими службами. И я считаю, что Паша на месте. Кому бы это не нравилось. Я думаю, что и парки мы увидим обновленными, наверное, уже совсем скоро. Очень жалко, что у нас не хватило времени, чтобы вы нам рассказали о планах, о своих депутатских. Но я думаю, что мы увидим реализованными эти уже планы и будем помогать вам реализовывать эти планы. Спасибо большое за то, что были у нас на прямом эфире. Спасибо. Всего вам самого доброго и до свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!